Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Аида Малахова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Высшая школа бизнеса КФУ вошла в топ 70 европейских бизнес-школ. Кто победил в торговой войне? Китай или США? Лицеисты КФУ завоевали медаль на чемпионате WorldSkills Russia 2020. 24 сентября с ежегодным посланием Государственному Совету Республики Татарстан обратился Рустам Мениханов. Затронув тему образования и науки, президент Татарстана отметил деятельность Казанского федерального университета в этой сфере. Перед нашей высшей школой и научным сообществом Республики стоят серьезные задачи по обеспечению тесного взаимодействия с реальным сектором экономики и по перспективным направлениям развития. Примером здесь должен стать научный центр мирового уровня, рациональное освоение запаса жидких углеводородов планеты, созданный Казанским федеральным университетом в рамках национального проекта «Наука». Опубликованы результаты рейтинга программ MBA по версии агентства «Квакворли Симмонс» – одного из наиболее авторитетных университетских рейтингов. Казанский университет попал в топ. Все подробности – далее. Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета вошла в топ-70 европейских бизнес-школ по данным рейтинга QS Global MBA Rankings. Важно, что КФУ впервые участвовал в данном рейтинге и сразу же вошел в топ, расположившись в диапазоне 61 плюс среди вузов Европы и в диапазоне 201 плюс в мировом зачете. Оценивалась программа MBA. Всегда MBA или мастер программы мастер-зву администрирования – это считается, ну как вам сказать, лицо университета. Очень важно, если мы позиционируемся себя как университет 3.0, переходящий в 4.0, иметь мощную продвинутую программу MBA. Для того, чтобы показать, насколько хорошо мы связаны с промышленностью и насколько можно глубокие прикладные знания получить в нашем университете. Программа MBA занимается подготовкой менеджеров нового поколения, обладающих навыками эффективного управления устойчивым бизнесом и адаптированных к современным условиям внешней среды. Программа MBA Казанского федерального университета имеет большую историю. Она была создана в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и финансов и французской высшей коммерческой школы «Эсидек». На базе высшей школы бизнеса КФУ, основанной в 2000 году. Сейчас уже география расширилась, еще активно участвуют и другие вузы, и в первую очередь группа Месоедова, это программы MBA, это Ранхикс. Если раньше у нас был общий менеджмент, general management, так называемое направление, сейчас у нас успешно реализуется в партнерстве с крупными предприятиями, специальной программой в медицине, в IT и в сельском хозяйстве. Методология рейтинга QS Global MBA Rankings располагает оценку по пяти основным показателям. Трудоустройство, возвратные инвестиции, предпринимательство и выпускники, академическое превосходство, академические группы и их разнообразие. У нас довольно-таки достойно оценены наши выпускники, их уровень работы, уровень материальной стороны наших программ. Но нам стоит поработать над узнаваемостью нашего университета в части работы с работодателями и совершенствование сбора некоторых показателей, как трудоустройство наших выпускников, например, в частности уровень MBA, чтобы мы получали какую-то некую обратную связь от них. К слову, в предыдущем рейтинге 2019-2020 годов российские вузы не были представлены. В этом году Россию представили КФУ и МГИМО. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. Торговая война между Китаем и США идет достаточно давно. Эта битва испытала и потепление, и похолодание отношений. Сейчас война достигла своего пика, но, как и в любой войне, есть проигравшие и победители. Так, кто же победил, узнаем в нашем сюжете. Долгое время считалось, что Соединенные Штаты Америки – это самая технологичная страна, где генерируется больше всего высокотехнологичных изобретений. Но в последние годы ситуация сложилась таким образом, что китайский рынок высоких технологий очень быстро развивался. Китайцы переняли многие технологии из Японии и США, адаптировали их под свои потребности и интегрировали в собственный гибридный продукт, который активно тиражируется на мировой рынок. Китай обладает огромным преимуществом перед Соединенными Штатами в плане наличия колоссальных производственных мощностей и колоссального количества рабочих рук. Самим американцам выгоднее купить продукт, произведенный в Китае, нежели американский аналог. Сумма внутреннего валового продукта Китая увеличилась на 3% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экономика США сократилась почти на 33% в годовом выражении. Китай применял такой инструмент, как девальвация национальной валюты, юаня, то есть китайское правительство делало юань немножко дешевле по отношению к американскому доллару, что создавало китайским производителям дополнительные преимущества на американском рынке. Торговая война приняла форму введения различных запретительных импортных пошлин. Сначала их начали вводить США, но Китай в свою очередь также ограничивал импорт китайских товаров и вводил пошлины на американские товары. Все усилия Дональда Трампа разъединить экономику Китая и США приводят лишь к тому, что Китай становится более самодостаточным. Одной из целей войны со стороны американцев является перевод части производственных мощностей, которые в свое время были выведены из США в Китай, перевод их обратно на американскую территорию, чтобы создавать рабочие места на американской территории для американских граждан. Тем не менее, несмотря на все усилия, производить в Китае все равно является более дешевым, более выгодным для всех крупнейших мировых компаний. Торговая война достигла определенного накала. На сегодняшний день она перерастает в экономические угрозы в адрес Китая и США. И более того, эти угрозы приобретают политический характер. Состоялось решение со стороны США о том, что дипломаты Китайской Народной Республики не могут проводить массовые мероприятия с участием американских граждан, если на это нет санкций государственных порталов США. Кристина Надершина, Универоньюз. WorldSkills Russia или Союз молодые профессионалы представляет Российскую Федерацию в международной организации WorldSkills International. Цель которой – популяризация рабочих профессий. Казанским школьникам удалось завоевать медали на чемпионате WorldSkills Russia в этом году. Смотрим. Лицеисты Казанского федерального университета стали обладателями медалей 8-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia 2020 в возрастной линейке юниоры WorldSkills. Финал чемпионата впервые проходил в дистанционном формате с 7 по 20 сентября. Так, золото чемпионатов компетенции фотография завоевала ученица 9-го класса лицея имени Лобачевского КФУ Самира Софиулина. Ученики IT-лицея КФУ Амир Гарифулин и Диляр Садыкова завоевали серебряные медали чемпионатов компетенции предпринимательства. Я и мой напарник Грифулин Амир для участия в WorldSkills создали свой проект «Македонский» с нуля и начали его реализовывать. Суспроект «Македонский» – это производство и реализация подарков, напечатанных на 3D-принтере. Мы печатаем из экологически чистого пла пластика, то есть это одно из наших преимуществ, так как все остальные производства используют ABS-пластик, который небе разлагаемый. Также, учитывая, что мы используем 3D-моделирование, то мы можем воплотить любую задумку у клиента в жизнь. Десятиклассник Артур Лукьянов и девятиклассник Семен Смирнов, наставником которых был сотрудник IT-лицей КФУ Вадим Гуськов, стали обладателями серебряных медалей, чемпионатов, компетенций, сетевое и системное администрирование. Готовились мы к нему еще с прошлого года, то есть это достаточно большой промежуток времени. Сначала была подготовка к оригинальному чемпионату, на оригинальном чемпионате этот Арсан мы победили, прошли всероссийский этап. В компетенции видеопроизводства бронзовую медаль получил Арслан Гений Тулин за видеоролик «Папа ватсап». На чемпионате я представил документальный фильм «Папа ватсап» об отце, который много времени проводит на работе и не находит его на общении с семьей вживую. Поэтому поддерживает связь с родными через приложение «Ватсап». Конфликт в том, что когда в семье возникла проблема, отец ее решает через мессенджер. Серебряным призером чемпионата в компетенции веб-дизайн и разработка стал девятиклассник Савва Шульгин. Некоторые ребята планируют участвовать в чемпионате в следующем году и развиваться в новых направлениях. Диана Жилинкова, Ленард Вольтиаров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!